Была задумка показать усадьбу Гребнева, которая сейчас восстанавливается. Да и на самом деле давно эта тема беспокоила. Очень красивое место и было жалко, что оно в таком плаченном состоянии. А сейчас все видели, наверное, что ее реконструируют. Областной конкурс граффити проводится пять лет подряд. В прошлом году победителем стал Никита Ткачев, который украсил спортивную площадку на Дальнем Воронке в Щелкове изображением капитана сборной России по футболу, вратаря Игоря Кинфеева. В этом году на первое место в конкурсе претендует Илья Чичикин и Александр Морсин, чья работа посвящена культурному наследию нашего округа – усадьбе Гребнева. Это не первостепенное участие в конкурсе, победа и так далее. В первую очередь, когда здесь живешь, часто бываешь, там проезжаешь по сто раз на дню, конечно, хочется видеть, чтобы это было красиво, а не уныло, обшарпанно и исписанно. На самом деле, в первую очередь, вот такие цели. Усадьба Гребнева – обширный архитектурно-парковый ансамбль с богатой историей, которую попытались отразить художники. К созданию картины они подходили особенно тщательно. Изучали документы, архивы, дневники и исторические фотографии. Некоторые из них представлены и в работе. На ее создание у молодых людей ушло всего четыре дня. Стрит-арт давно вышел за рамки нелегального искусства. Теперь граффити украшают не только стены наших домов, но и являются полноценной частью городской культуры, которая многое может нам рассказать об истории округа. Наглядный пример – граффити, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне около Аллеи памяти в Щелкове. Кстати, это тоже работа Ильи и Александра. На портале Добродел стартовало народное голосование за лучшую творческую работу в рамках областного конкурса. Щелковский арт пока на втором месте, но все еще может измениться. Успей проголосовать за любимого художника до 26 июля.